Мы решили написать этот сюжет после истории, которая реально шокировала своим цинизмом. Военный парад по случаю Дня Победы в Москве. Путин, толкнув речь, с цветами идет к стеллам городов-героев. Красные гвоздики глава государства возложил на стеллы городов-героев. Ленинград, Киев, Минск, Сталинград, Севастополь, Одесса. И с видом праведника он показательно возлагает цветы рядом с надписями «Киев» и «Одесса». Отлично зная при этом, что уже вечером по его приказу Одессу ждет самый сильный ракетный удар за все время. А мирные жители, в том числе немногие дожившие до этого дня ветераны Второй мировой, встретят День Победы, сидя в подвале из-за российских бомбежек. Россия выпустила по Одессе семь ракет за один вечер. Одесская область подвергается массированным атакам со стороны России последние несколько дней. Вот так русский мир поздравил город-герой Одессу с 9 марта. Здесь-то и возникает вполне себе логичный вопрос, зачем была вся эта показуха утром? Ну ненавидишь ты Украину и украинцев, ну скачешь ты по бункеру от радости, когда их убивают. Уже даже приказал своим марионеткам курорт на свежих могилах 25 тысяч мариупольцев сделать. Задача такая, чтобы Мариуполь стал городом-курортом, сказал Пушилин. Так скажи наконец о своей ненависти прямо, к чему все эти шоу с цветами? Тем более, что после того, как на федеральных каналах открыто призвали строить концлагеря... В случае чего концлагеря перевоспитания, это, так сказать, стерилизация... Многие чиновники и депутаты перестали стесняться своей любви к фашизму или расизму. И в итоге изначальные байки из серии «Спецоперация призвана защитить украинцев». Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей. Не случайно эта военная операция называется спасение. Самое главное – мы защищаем этих детей и женщин. Менее чем через три месяца трансформировались вот в это. Вот эти вот два миллиона человек должны были либо уехать с Украины, либо должны быть деноцифицированы. То есть быть уничтожены. Даже само понятие «Украина» не должно существовать в будущем. И понятие «украинец» не должно существовать в будущем. Один говорит – давайте для начала два миллиона убьем. Второй вообще не мелочится, мол, надо истреблять украинцев, как Гитлер и евреев. Понятие «Украинец» не должно существовать в будущем.